Друзья, всем привет! Видео, которое мы сейчас для вас снимаем, а вы уже смотрите готовый смонтированный ролик, мы не планировали снимать. Казалось бы, что нового и интересного мы можем рассказать про BMW X4 в поколении F26? То есть это машина, которая уже давно сошла с конвейера, их очень много ездит по городу, изученная машина технически, то есть ничего интересного в принципе не рассказать. Но так как за моей спиной стоит, на мой взгляд, очень интересный и очень редкий и по-своему эксклюзивный экземпляр, которых в мире чуть ли не единица, а владелец точно не знает, но он думает, что он вообще чуть ли не в единственном виде существует. Поэтому мы бросили все свои дела, нашли буквально несколько часов времени для того, чтобы отснять этот ролик и вместе с вами порассуждать. Мы сейчас будем рассуждать на камеру, а вас я потом буду ждать в комментариях. Имеет ли право на жизнь вообще тюнинг? А какой, мы сейчас с вами конкретно разберемся. Итак, BMW X4 F26, Mannhardt MHX4 360D. Давайте разбираться, что это за машина. Несколько дней назад выставил сториз. Сидя за рулем этой машины, когда я ее пригонял сюда, выставил сториз, что, друзья, что вы скажете? И я вам скажу, что довольно-таки большая часть, чуть ли не половина написали, что вообще слышат впервые. Действительно, очень интересный факт, что сколько я знаю, а я не очень хорошо знаю эту тюнинг-ателье Mannhardt, это очень серьезная тюнинг-компания. Она чуть менее, мне кажется, чуть менее серьезная, чем Alpina, но все же тоже у них заявки по мощностям, по проектам очень серьезные. Так вот, друзья, первое, что вы видите, это вот такой кричащий желтый значок на черной машине, на котором мы видим написано Mannhardt, и там маленькими буквами написано Mannhardt Performance. И, кстати, на значке вы видите шатун и клапан, то есть и распредвалы, что говорит о том, что компания занимается, в принципе, именно доработкой двигателей. Следующее, что вы увидите, если присмотритесь, кстати, минус черного цвета, это здесь стоит губа, которую вы так просто не увидите на обычном X4 в М-пакете. Попередку будет все, пошли смотреть сбоку. Конечно же, первое, что мы видим, это 21 диски. Они могут быть, кстати, в двух цветах, бронзовые или вот такие вот серебряные. Что еще придает стиля и внешнего вида конкретно этой машине, это низкая посадка. Обратите внимание, что он сидит сильно ниже, чем обычный F26. Здесь минус 35 миллиметров, и пружины стоят от компании H&R. Я вас обманул, у меня была информация, что здесь стоят пружины H&R, но сейчас, подняв на подъемник, я вижу, что здесь стоит Эйбах. Ну, кстати, Эйбах тоже очень хорошие пружины. У нас на Динсторе стояли вообще никаких нареканий. Все четко, красиво работало, не ржавели, все прям хорошо. Так что пружины здесь стоят в Эйбах. Следующий интересный момент – это надпись, которая обозначает, собственно, и саму модель. Это MH – это Manhart, X4 – кузов X4 и 360D. К цифре 360D мы вернемся чуть позже. Следующие – это карбоновые колпаки на зеркалах, которые, опять же, придают стиле этой машины. И пойдем посмотрим, чем он отличается еще сзади. Друзья, мне нужно, как всегда, пару минут вашего времени на интересную рубрику от нашего партнера Carvertical. Буквально две минутки я вам расскажу, что это такое и как это работает. Carvertical – это большая база данных автомобилей, которые проверены, например, на дорожно-травственное происшествие, скрученный пробег, возможно, работала ли машина в такси или, например, была ли она в угоне. Я не зря сейчас нахожусь рядом именно с нашей E59, которую вы, кстати, очень скоро увидите на канале. Мы обязательно продолжаем с ней работу, и мы будем ее разыгрывать, как я вам и обещал. Стою я с ней рядом под чуму, потому что в предыдущих всех примерах, как работает Carvertical, я вам всегда показываю это на каких-то современных машинах. Ну, не современных, а более свежих, там, F-серии и так далее. А сегодня мы давайте вернемся немножко в старую школу. А конкретно мы с вами сегодня рассматриваем такой автомобиль, как E65. 2006 года, 730 дизель, черный на черном, все как вы любите. Берем винкод этой машины и вбиваем в Carvertical, где мы видим сразу желтеньким восклицательным знаком у нас есть два замечания. Первое – это пробег, а второе – это повреждение. Также у нас, напомню вам, кстати, что Carvertical у нас обновил дизайн, теперь сильно удобнее, намного более правильно распределяя информацию. Смотрите обязательно, действительно классное обновление. Вы видите фотографии, датированные 21-м годом, июнем месяцем. Следующее, что мы видим – это пробег. Давайте сразу посмотрим график, нажимаем «показать подробнее» и видим, что в 2011 году у машины был пробег 220 тысяч километров, а в 2012 году уже 160 тысяч километров. То есть, года идут, а пробег у нас уменьшается. Классическая история, особенно это касается дизельных машин. С пробегом мы разобрались, давайте посмотрим теперь повреждения. На самом деле, у этой машины очень много записей, начиная с 2009-й год, 2010-й, 2011-й, 2015-й, 2013-й, 2015-й, 2016-й. Постоянно были какие-то повреждения, но все они на 200-300 евро. Единственное, одно повреждение в 2016 году, средняя расчетная стоимость ремонта была примерно около 2000 евро. Ну, нельзя сказать, что это была какая-то сильная авария, но тем не менее, это вот самый дорогой ремонт, который был у этой машины. Друзья, вот так вот работает база данных CarVertical. Для того, чтобы получить информацию, которая вам поможет определиться с выбором машины, хотите вы эту машину, не хотите, боитесь вы машину, у которой скучены пробеги, или которые были в дорожно-транспортном происшествии, вы можете с помощью CarVertical это уже узнать, даже не тратить свое время и не ехать, не смотреть эту машину вживую. Поэтому, друзья, рекомендую вам пользоваться услугами CarVertical. В описании вы найдете ссылку и не забывайте, что, во-первых, с промокодом VLASA вы получите 20% скидку на отчет от CarVertical, но, во-вторых, вы помогаете нам развивать наш канал. И не забываем, у нас благодаря вам и нашему партнеру CarVertical есть вот этот вот проект. Еще раз, друзья, с ним все в порядке. Видите, как грязный стоит. У нас просто, как вы видите на заднем фоне, переезд в новое помещение, поэтому просто нет времени. Не хочу заниматься этой машиной лишь бы как. Хочу сделать хорошо, а для этого нужно время. Как только мы сюда приедем, это случится совершенно, абсолютно не абсолютно, а очень скоро. Мы сразу же займемся этой машиной, и один из вас обязательно выиграет вот эту вот 59-ю. Кстати, если кто-то из вас не понимает, о чем идет речь, посмотрите, на канале есть целый такой небольшой сериал о этой машине. Что это за машина, какая ее дальнейшая судьба, и как ее можно выиграть. Все, возвращаемся в историю к Манхарту. Погнали! И пойдем посмотрим, чем он отличается еще сзади. Это, конечно же, значок такой же, как спереди. Это карбоновый спойлер, который хорошо сочетается с колпаками на зеркалах. Я вот, кстати, Манхарт, вы еще спереди сделаете карбоновую губу. Конкретно эта машина будет вообще бомба. И посмотрите, это раздвоенный четырехствольный выхлоп, о котором я, кстати, тоже кое-что добавлю, но чуть позже, когда мы эту машину поднимем наверх и изучим его снизу. Конечно же, друзья, такие машины не должны оставаться без внимания и по интерьеру. Первое, давай с чего начнем, что это уже какое место? Это четвертая позиция, где дублируется надпись MH-X4-360D. Конечно же, на руле у нас тоже значок Манхарт. Также здесь сделана имитация карбона на вставках в салоне. У меня интересный вопрос к Манхарт, почему не сделали настоящий карбон? На зеркалах есть, задний спойлер есть. А тут, ну, я пытался рассмотреть, это просто какой-то принт, рисунок, наклейка под лаком. Не знаю. Но плетение не настоящее. Хотя, в целом, выглядит хорошо. Фирменные коврики Манхарт, которые напоминают вам. Если вдруг вы подошли сбоку и не заметили, что у вас на двери написана модель конкретно этой машины, вы еще открываете дверь и у вас есть дублирующая надпись на коврике. И последняя фишка в салоне, которая мне очень нравится. Я видел фотки, видео такой системы, но вживую вижу впервые Avron, который вам выводит всю необходимую, даже большую, чем вам нужно знать, информацию про вашу машину. Здесь вы найдете и температуру масла, температуру охлаждающей жидкости, давление на до, крутящий момент, который используется, зарядка здесь есть. У нас, кстати, проблема, у нас немножко сходится аккумулятор. Мощность, которая используется. Здесь куча всяких графиков, перегрузки влево-вправо. Кстати, нечто похожее есть уже в G-сериях, когда мы заходим в спортивные приборы. Там все вот похожие информации, как здесь, там уже вмонтировано в систему ID.7. Но здесь у нас стоит еще ЦИЦ, но вот дополнительно вместо левого воздуховода установлен здесь вот такой вот экран. Честно, очень нравится, очень по-спортивно выглядит и немножко придает какое-то вот чувство того, что ты едешь не просто действительно в каком-то мощном X4, а еще в таком неком спортивном кроссовере. Как вы видите, мы еще в стадии переезда. Мы это видео снимаем, как я и сказал, срочно и не запланировано. И мой фонарик сегодня будет это телефон, потому что мы еще не переехали, и наше оборудование находится в старом помещении. Но я вот сейчас поднял машину. Во-первых, у нас здесь отсутствует яма, которая у меня была, ну и сейчас еще есть в старом помещении, которая где-то там 4-5 сантиметров. Это уже дает мне немножко, видите, высоты, но сам конструктив подъемников позволяет машину поднять чуть выше. И вот сейчас не видели, мы ее подняли, и я пошел за телефоном вот так. Потому что я привык, что нужно под машиной ходить, ну вот так. А сейчас иду во весь рост ровно, и смотрите, еще сколько там сантиметров остается. Кайфово. Ладно, давайте смотреть этот F26 снизу. Сразу скажу, и вы уже должны понимать, что здесь никаких-то глобальных изменений не будет. Мне интересно посмотреть выхлопную систему. Как сделано, что стоит, ну и все-таки это тюнинг ателье, а не какой-то там, извините, колхоз. Единственное, что я вот сейчас смотрю, и когда я его загонял на подъемник, я хотел бы добавить, что лично я на месте компании, может, они и предлагают, может быть, клиент не заказал, поменял бы еще тормозную систему, поставил бы сюда ее больше. Потому что 21-ое колесо, и вот этот тормозной диск, ну, выглядит немножко, скажем так, смешно. И все-таки мощность увеличили, мощность, сейчас скажу, подождите, потерпите, хотя, я думаю, вы уже догадались. Мощность увеличили довольно сильно, а тормозную систему нет. Так, выхлопная труба до среднего резонатора, это оригинал, дальше обрезана, и на хомуте стоит уже тюнинговая, скажем так, выхлопная система. Банка у нас, кстати, я думаю, что она сильно больше, и раздвоенный четырехствольный выхлоп, это не совсем правда. Как мы видим, подходит одна и дальше раздвоение, но с точки зрения визуально, когда вы находитесь не снизу машины, выглядит хорошо. С точки зрения технического решения, ну, как бы, да, это все будет работать, но честно, я думал, что здесь будет все-таки четыре трубы, ну, и банка будет какая-то побольше. Хотя, с другой стороны, это дизельная машина, в которой не нужны вот эти огромные резонаторы, чтобы там как-то настроить звук. Нет, звук здесь практически, практически не настраивается. Что интересно, я заметил, выхлопная банка у нас не Манхарт. Судя по тому, что мы видим, Манхарт не делает сам выхлопной системой и покупает их у своих, ну, не конкурентов, может быть, наоборот, партнерских компаний. И банка стоит другая. Интересный момент. Недавно у нас на канале было видео, где мы поставили звук на оператора машину. И, вы знаете, большую часть половины из вас написали, что, ааа, что это такое? Ну, в общем, было много негатива, что резиновая женщина, безалкогольное пиво. Ну, в принципе, я ожидал эти комментарии, поэтому, но у вас было достаточно много. Я не думал, что у вас так будет много. Ну что, друзья, барабанная дробь. В 2016 году эта машина была на доработках. И, хопа, смотрим сюда. У нас стоит здесь активный звук. Уже тогда Тюнинг Гателье устанавливали активные звуки на машины, когда не получается достичь хорошего звука с помощью выхлопной системы. Кстати, я в видео про четверку этого не сказал, скажу сейчас. Например, насколько я знаю, компания Audi, вот они точно, может кто-то еще. Вот эти вот активные звуки, актив сам устанавливает прямо с завода на ваш автомобиль. Не в салоне звук с динамика, а вот такую систему примерно, как мы поставили на четверку или как стоит здесь. Что вы напишите на этот повод? Хотел сказать, экология работает в машине, труба чистая, белая внутри. Смотрю в трубу из-под динамика и думаю об экологии. О, голова. Кстати, здесь довольно-таки черные трубы. Не знаю, в каком состоянии экология. Будем разбираться. Поясню, эта машина приехала ко мне на ремонт. Но интересная опять история. Клиент был записан, приехал с утра мне давать машину в шоке, на панике. Ну, это я немножко утрирую. Говорит, машина перестала ехать, шипит, что-то черный дым сзади, загорелся чек. Что делать? Давай проедем. Мы сели, проехали. Я сразу понял, что где-то есть негерметичность в системе наддува. Мы вернулись ко мне в гараж. Я снял крышку и смотрите, что я там увидел. Как видите, это три или четыре отверстия в выпускном коллекторе, которые появляются там по причине неисправного охладителя или системы EGR, как мы привыкли называть. И получилось так, что позвонив в наше представительство, действительно сказали, что у машины есть отзывная компания. И ей поменяли, уже на данный момент ей поменяли EGR, ей поставили новый коллектор и еще там какие-то патрубки, которые идут, связанные с системой EGR. Поэтому, работает ли здесь экология, все ли с ней в порядке, я пока не знаю, буду разбираться. Эта машина приехала на большие работы, там замену цепей и всего остального. В том числе, кстати, ремонт коробки будет полный. Она, в принципе, исправно работает, но при движении задом у нее есть легкий гул, как у электрички, назовем так. И клиент сказал, все, снимайте коробку, отвозите Виталику. Виталик, Витранс, привет! Делайте мне полностью капитал коробки, меняйте все, что нужно в моторе. Я просто хочу, наверное, ездить и кайфовать. Но это уже как-нибудь может быть в другом видео, но я вам ничего не обещал. Ну что, мы пришли к интересному моменту. Теперь мы поговорим про мощность этого автомобиля. Но, в принципе, внимательные из вас и те, у кого и работает смекалка, вы сообразили, что мощность здесь 360 лошадиных сил и 760. Огромная цифра крутящего момента. Таким крутящим моментом в свое время, когда он был еще на конвейере, мог похвастаться только М550D, ну или как-то X, у которого был 50D мотор. Вот там были такие сумасшедшие цифры крутящего момента. Чтобы вы понимали, для сравнения, у оператора сейчас самый сильный дизельный агрегат, который можно купить на сегодняшний день. Это М40D. Кто-то из вас сейчас напишет, что ездишь и 50D. Нет. Поправьте меня. Напомню, в 2020 году боевая компания отказалась от М50D. То есть сначала он был с тремя турбинами, потом вовсе с четырьмя, где было 400 лошадиных сил. И сегодня самый мощный дизель у него было это М40D. В нем 340 лошадей и 700. Но почему-то мне казалось 720. Пусть будет 700. Крутящий момент. Так вот, этот Николай 57N изначально на 230 кВт мощнее, чем сегодня самый современный и самый мощный дизель от компании BMW в 2023 году. 360 лошадей, 760 крутящего момента. Это просто космос. При этом хочу заметить, что абсолютно все оригинальное. Турбины, форсунки, коробка раздатки, дифференциал, карданы, полуоси. Все оригинал и все держит. И здесь я похвалю компанию BMW, несмотря на то, что действительно есть момент такой, что BMW считается ломучей машиной. Но не совсем так и немножко так. Но идея моя, мы сейчас в смысле в том, что заложенный ресурс во все агрегаты у BMW, я не знаю как у других, он всегда поражает вообще. Вы должны понимать, например, я сейчас уйду чуть-чуть от этой машины и перейду к своему дрифтовому корчу. У меня там в оригинале на тот редуктор, который там стоит в 188 элементе в 36 кузове, там было с завода 190 лошадиных сил и что-то там 250 крутящего момента в пике. Сейчас на этот же редуктор с сумасшедшим зацепом передается 450 лошадей и почти 600 крутящего момента и все это работает. И я вам, друзья, больше скажу, если вы представляете, как выглядят флянцы, фланцы, да, вы меня сейчас поправите, которые вставляются в редуктор, в котором прикручиваются полуось. Там, допустим, есть вот такой длины шлиц, который вставляется непосредственно в пару в редуктор. Есть у меня там некий моментик, мы это уже исправили, что при определенных нагрузках, при определенных неровностях дорожного покрытия у меня эти флянцы полуосями немножко выдергивают. И вот этот вот шлиц, допустим, там 40-50 мм в длину наполовину выскакивает из редуктора и я продолжаю ехать на ней в дрифте. Вдумайтесь, какой колоссальный запас прочности BMW закладывает в свои агрегаты. И что бы кто ни говорил, там вкладыши, турбины разваливаются, демпферы, топливная система не держит. Это все в первую очередь, друзья, именно из-за того, что в машинах не меняется масло по 30 тысяч, в ней не обслуживаются раздаточные коробки. И ничего не делается, и та же коробка автомат не обслуживается. В этом вся главная проблема современных BMW, а не в том, что они там плохие. Да, действительно, раньше было лучше, как вы все говорите, что там ММ-57 самый первый на 180 лошадей, да, как-то 84 лошади был. Он и по сегодняшний день может ехать, там никто эти вкладыши не менял. Но, тем не менее, мощность просто стала вдвое, машина едет кардинально по-другому. И если вы будете ее обслуживать, менять масло хотя бы раз в 10 тысяч, у вас не будет никаких проблем. Я вас жду в комментариях, давайте прям вот спорить на эту тему, хотя я думаю, что многие со мной согласятся. Машина 2014 года. В 2016 году с пробегом в 41 тысячу километров этот автомобиль приехал на доработки. Есть документ, в котором написано, что был установлен новый на эту машину, абсолютно новый. Насос ТНВД, топливные форсунки, турбина и система рециркуляции, ну, то, что я перевел с немецкого, система рециркуляции отработанных газов. То есть, это было установлено полностью новое и сделан чип-тюнинг. Если я правильно разобрался в этих бумагах, общая стоимость этих доработок обошлась в 15 тысяч евро. Хочу добавить интересную информацию. На пробеге в 41 тысячу и 123 километра эта машина получила доработки. И в этих документах прописано, что ровно 1000 километров до 42-123 максимальные обороты двигателя ограничены в 3000 оборотов. А с 42 до 43 тысяч километров максимальные обороты двигателя, которого вы можете достичь, это 3500 оборотов. То есть, Манхарт, поставив сюда новую турбину, вот эти все вещи, которые пришли раньше, делают ограничения, чтобы вы не поломали машину. То есть, делают, ну, своего рода обкатку агрегатов. И вот в этот момент я тоже хочу спросить, что как вы считаете, все-таки нужно обкатывать новые машины, когда вы покупаете их с автосалона? М-ки, да, там даже вы не можете на них полностью нормально наваливать, пока не сделаете обкатку и не замените масло у дилера. А что касаемо вот таких вот, например, дизельных машин? Обязательно поставьте комментарий и напишите паузу, мне интересно вас послушать. Ну и давайте, конечно же, послушаем тот звук, который издает вот тот динамик, который находится с правой стороны. И здесь есть, по-моему, пять разных звуков. Давайте вместе с вами послушаем, как, по мнению Манхарта, должен звучать конкретно вот этот вот. Я просто почему смеюсь, потому что опять напишу, что это все обман. Спасибо. Спасибо. Почему меня посетила такая мысль, что это не оригинал все-таки? В том плане, что это не Манхарт сюда ставил. Во-первых, мне не нравится, как там это все установлено на каких-то ржавых прутках. Но чисто в теории поставили на нержавейку. Нержавейка не любит вибрации. Со временем отломалась, отвалилась. Поставили туда черный металл, который заживел. Но все же мне кажется, что Манхарт не ставил сюда этот динамик. Я пытался найти информацию насчет этой темы официального от Ателье. Не нашел. Владелец думает, не утверждает. Думает, что это поставили именно там. Ну что, друзья, давайте подведем итог этого видео. Вы наверняка ждали, что мы поедем на этой машине, прокатимся. Я вам расскажу, как он классно едет. Он действительно едет очень хорошо. Но, во-первых, я не хочу ездить в максимальных нагрузках на этой машине. Как минимум, потому что она не моя. Во-вторых, ее нужно сначала обслужить, привести в порядок. И только после этого с разрешения владельца. Может быть, я бы это сделал. Сейчас нет. Во-вторых, давайте будем объективным. По большому счету, по большому счету, это ведь практически стандартный чип, который дает вот такой вот результат. Поэтому каких-то вау-вау-вау-вау эффектов мы не увидим. К тому же он все-таки тяжелый, полноприводный. Что хорошо, конечно, с места прыгать. Но именно уже на больших скоростях это немножечко мешает. Тем не менее, я очень хочу услышать ваше мнение. Как вы относитесь к такому роду тюнинга и такое маленькое пояснение от себя? Очень часто мне задает клиент, можно ли чиповать, а что будет, а не развалится ли и так далее. Друзья, пожалуйста, тюнинг ателье. Немцы делают вам чип-тюнинг на довольно хорошие показатели. Это не самое большое, кстати, что можно снять с этого двигателя. Тем не менее, они дают вам гарантию, что это будет ехать и не поломается. Вот вам и ответ, в принципе, стоит ли чиповать свои машины или нет. Например, все наши машины всегда были с чипом. С заключением четверки, которую мы не можем зачиповать, потому что у нас гарантия и вообще блоки закрыты. Это является сложностью сегодня. А такие машины смело чипуйте, получайте вот такой результат. Катайтесь, кайфуйте, но не забывайте их обслуживать. Жду вас в комментариях. Расскажите мне ваше мнение про именно вот это вот решение, именно вот это ателье. Может быть, из вас кто-то знает больше, чем я. И вы напишите интересную подробную информацию об Манхарт. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Отправляем в скором эту машину, отправляем в будущем эту машину на работу. Уже в новом месте будем с ней работать. Сразу прошу прощения, что вокруг бардак, где-то валяется мусор или еще что-то. Мы в процессе переезда, но мы не могли не отснять вам такую машину. А потом после работы, я не знаю, будет ли у нас время, поэтому мы снимаем его для вас именно сейчас. На мой взгляд, интересный, в то же время красивый автомобиль, который еще и эксклюзивный. Если бы мы его снимали на оценку, я бы поставил за индивидуальность ему высокий балл. Несмотря на то, что он черный на черном. Все, спасибо, пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok